У Беларуси уводятся новые лимиты на товары, набытые замяжой. Худка, грамадяне краины смогут беспошлино отримливать замежные посылки для властного корыстания на сумму не больше, как 22 евро в месяц и вагой до 10 килограммов. Зменения, сгодна указу президента номер 40, будут стыдшиться и приватных поездок. У нового введениях разбиралась Марина Северьянова. Новые обмежевания будут денежать с 14-го красавика, празд два месяца после официального опубликования указа. Зараз беларусы могут беспошлино отримливать замежи посылки для властного корыстания на сумму не больше, как 200 евро, незалежно от количества покупок. Коли лимит перевышенный, то придется заплатить 30% от суммы перевышения. Зараз Беларусь пошла в этом питании по модели европейских краин, у многих из которых денежная миновита такое обмежевание – 22 евро и 10 килограммов. Например, вы заказываете и оплачиваете в замежном интернет-магазине товар на 25 евро. Сумку, туфли, телефон – все, что за угодно. Коли посылка прийдет в Минск, треба будет оплатить пошлину – 30% от суммы перевышения кошту. А сдарается и на дворот. Сумма за лимит не выходит, а вага перевышена. Альбо не укладываются у нормы одразу обо два параметры. В случае, если стоимость, к примеру, будет 20 евро, а вес посылки 12 килограммов, то будут взиматься таможенные платежи в зависимости от веса. То есть за 2 килограмма лишних 4 на 2 – 8 евро подлежат уплате, плюс сбор за совершение таможенных операций – 5 евро. К примеру, вы заказали посылку стоимостью 25 евро весом, к примеру, 15 килограммов. Тут в этом случае расчет немножко сложнее за счет того, что ставка комбинирована. Будет рассчитываться как от стоимостной составляющей, то есть превышающей 22 евро, так и от весовой. И та, которая окажется больше, та и подлежит уплате. То есть либо это будет 30% от стоимости в части превышения, либо 4 евро за килограмм превышения. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней окраины, то в первый раз мыть не дозволить без пошлины перевести товары по раннейших нормах на сумму у полторы тысячи евро и в огонь не больше, как 50 килограммов. А вот потом три месяца и при каждом пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товаров коштом свыше 300 евро, альбо тяжей за 20 килограммов. Али и тут есть нюансы. Без пошлина, навод при выконании коштовых и ваговых нормов, можно проводить товары только для властного корыстания, для коммерциных метов, только с додатковой оплатой и отповедным мытным оформлением. Если физическое лицо перемещает однотипный товар, например, какая-то одежда одного размера, одного наименования, ну или товары обихода одни и те же в большом количестве, то великий риск неотнесения данных товаров к товарам для личного пользования. С 12 миллионов посылок, які в минулом году поступили в Беларусь, 70% было заказано в интернет-магазинах. До речи, в 2013 году таких посылок было в шесть разу меньше. И это при том, что 90% беларусов в уголе не отрымливают посылки. По подликах, в минулом году, когда 250 тысяч наших граждан отрымали от 10 до 100 и больше посылок. По мерковании специалистов, то, кто отрымливает их на постоянной основе, предшим однолькового ассортименту, докладно не може выкаристовывать их во уластных метах.